Всем привет! Я Светлана Ставичева, и вы смотрите мой новый проект о подготовке к соревнованиям в категории фит-модель. Сегодня в выпуске. Гошку вырвала три раза за час, я жду скорую. Тут было важно учесть, что по цветам софитов ткань может менять цвет, но на самом деле нужно понимать, что все-таки обычные швей, они не Юдашкины. Я взяла чашечку С, но объем брала 80. Я уже говорила о предыдущих сериях, о том, как я определялась с образом, и настало самое интересное – выбрать материал для платья и купальника. Мне бы было близко, наверное, какие-то контрастные цвета. Черный, красный, может быть, темный, синий. Я тоже склоняюсь к этим цветам, потому что светлые оттенки – они не наши, в принципе, по образу. И на сцене они никогда не выглядят выигрышно. Что касается красного цвета, например, купальника. Если мы говорим о бикини, где сейчас этот тренд, то, исходя опять из фотографий прошедших соревнований, на мой взгляд, красный сливный купальник смотрится невыигрышно. Он не выглядит так классно, потому что слишком, видимо, большое пятно красное, и оно отвлекает даже внимание вообще от фигуры в целом. Ну да, чем больше деталей, я тоже замечала такое, что как будто хочется отвлечь. Он не самый, в принципе, стройнящий. У нас купальник слитный. Я больше склоняюсь все-таки там черный, синий какие-то тенки. Возможно, варианты изумрудных тоже. Выбирая цвет купальника, у нас было в голове несколько цветов, которые будут выигрышно смотреться, чтобы они не повторялись на сцене с другими девочками, я не перекликалась. Но тут было важно учесть, что по цветам софитов ткань может менять цвет, как это будет смотреться со стразами, с украшениями. Швея прислал мне фотографии, несколько фотографий с разными тканями, фотографии в витрине с разными тканями, при определенном освещении, который искажает реальный цвет. И вот из этих вот фотографий мне нужно было выбрать понравившийся цвет. На самом деле, пересматривая эти фотографии, мне казалось, что некоторые цвета вообще друг с другом схожи. Как это приложить на себя, как это будет смотреться, это вообще очень сложно определиться, как этот цвет будет на мне сидеть. Я выбрала один цвет, но в итоге Швея сказала, что это слишком устарушечий цвет и совершенно по-другому он смотрится в реальности. В итоге, через пройдя такие тернии, я все-таки выбрала цвет. Груди у меня, к сожалению, нет. И купальник должен подчеркнуть мои формы и скорректировать мои пропорции. Конечно, мне хочется приблизить себя к песочным часам, сделать грудь больше, бедра больше, талию уже. Тройная куша. Спортниха мне сказала брать размер 80С либо 75Д. О, какая чашка. Она просто гигантская. Я пошла в H&M. Там продаются нужные трехмерные кушапы четвертого размера. Конечно, все это выглядит очень странно. И представить, как это будет в сочетании с нужным цветом, с купальником, было очень сложно. В итоге, я купила лифчик в H&M. Взяла чашечку С, но объем брала 80С. То есть, на 5 см больше, чем в моей реальности. Очень странно было разглядывать его на себе, при том, что я ношу единичку. Платье у меня очень сложного кроя. Для него потребовалось 3 метра ткани. Но потом я докупала еще 6 метров. То есть, у меня по низу юбки 10 метров. И, конечно, это платье можно было выставлять где-нибудь в галерею. Потому что оно просто стоило бы огромное количество денег. И, не знаю, без охранника я бы не вышла. То есть, если искусственный шелк можно было купить от 300 до 500 рублей, то натуральный шелк начиналась с цены от 3500. Вверх моего платья должен был блестеть. Но фактура тоже своеобразная. Очень много было пайеток в магазине тканей. Но я обошла кучу магазинов, чтобы выбрать нужные. Не слишком плотные. Чтобы они располагались в нужные ряды. Чтобы это смотрелось красиво. Так как платье у меня из симметричного кроя. Когда я пришла с видео платья, в которое я влюбилась к швее, и показалось все очень просто. Но на самом деле нужно понимать, что все-таки обычные швей, они не Юдашкины. И реальность, как правило, очень сильно будет отличаться от наших ожиданий. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется по ходу дела менять какие-то детали. И быть готовым к тому, что, может быть, придется докупать ткань или что-то менять в образе. Еду на тренировку. Собрала себе еду, форму. Каждую неделю Лена высылает мне тренировочный график на неделю. Елена Исупова. Абсолютная чемпионка Челябинской области, Урала и Сибири по фитнес-бикини. Обладательница Кубка Ешанкина, призер чемпионата России и других соревнований. Лена Исупова, 12 лет, профессионально занималась модельным бизнесом. Имеет огромный опыт работы на сцене. Преподает позирование, основы дефиле, правила поведения на сцене. Дает рекомендации по подбору образа. Опыт работы персональным тренером 2 года. Лена составляет программы тренировок и питания. В зависимости от вашей цели и может работать дистанционно. Каждая тренировка не похожа на другую. Каждый особенный набор упражнений. И на этой неделе я буду пробовать векторные тренировки. Они условно так называются, потому что вектор движения направлен либо сверху вниз, либо снизу вверх. Смотрите, что из этого получится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...